Я не знаю, что курит Ллойд Остин, но Украина не может выиграть эту войну. Добрый вечер всем. Добро пожаловать на очередной прямой эфир. Это Дэнни. У нас есть Скотт Риттер, бывший инспектор ООН по оружию, офицер морской пехоты США, офицер разведки, а также журналист и аналитик. Так что давайте начнем сегодня с Украины. Ллойд Остин выступал перед Конгрессом. И я хотел воспроизвести очень короткий клип с вопросами, которые ему задавали, его ответами, касающимися России и НАТО. Генерал, может ли Украина победить? Ну то, что мы говорили все это время, это то, что мы хотим, чтобы Украина оставалась суверенным, независимым и демократическим государством. И это было нашей целью с самого начала. Но да, они могут быть успешными. Я слышал, как на прошлой неделе в Брюсселе госсекретарь Блинкен сказал, что Украина скоро станет членом НАТО. Вы согласны с этим? Цель членов НАТО состоит в том, чтобы в какой-то момент принять Украину в НАТО. И это, безусловно, то, чего хочет видеть Украина. Если бы вы были Россией, хотели бы вы этого? Я просто спрашиваю. Я имею в виду, что прямо сейчас мы играем в игры с Россией. Я просто хочу понять, зачем нам это делать. Конечно, если бы я был Россией, я бы этого не хотел, сенатор. Я бы также не хотел, чтобы Финляндия и Швеция были частью НАТО, а они там есть. Есть ли у нас 12 баз ЦРУ на Украине? Базы ЦРУ? Я узнал об этом из Нью-Йорк Таймс, которую я не очень часто читаю. Это слишком сложный вопрос. Скотт, твои реакции на это свидетельство там? Ну, я имею в виду, что мне все еще нравится подниматься на вершину Эвереста. И я думаю, что отправиться на Марс и создать там обитаемую космическую станцию было бы круто. Я хотел бы быть своего рода версией Мэтта Дэймона из реальной жизни. Это цели и задачи, которые не будут реализованы, потому что они основаны на фантазии. Если вы выбираете нереалистичные цели в качестве основы для прекращения любого конфликта, то Россия просто собирается навязать свою волю этому. Если, однако, вы принимаете точку зрения России, потому что, давайте будем откровенны, Россия побеждает в этой войне. Я не знаю, что курит Лой Тостин, но Украина не может выиграть эту войну. И вот еще что. Украина никогда не станет членом НАТО. Ты видел, как он почти улыбнулся в ответ, потому что он знает ответ на этот вопрос. Ну что же, это одна из наших целей. Нет, это не так. Это никогда не было целью. Украина никогда не станет членом НАТО, особенно после того, как Россия захватила Крым в 2014 году. Это создает невозможную ситуацию. У меня сегодня был очень интересный разговор с Владимиром Оликом, украинским политиком, который был членом парламента в течение трех сессий. Позвольте мне рассказать вам, как по его словам закончится эта война, потому что я спросил его. Я спросил о Западной Украине. Я спросил об Одессе. Я спросил о Харькове. Он сказал, послушай, ключ к тому, чтобы Украина в конечном итоге была политически стабильной и экономически жизнеспособной, заключается в том, что она должна быть деноцифицирована. Вы не можете допустить, чтобы Западная Украина загнивала. Так что деноцификация подразумевает всю Украину. Россия собирается деноцифицировать всю Западную Украину. А вот еще одна вещь. Означает ли это автоматически, что Россия захватит Одессу и Киев? Потому что я исходил из предположения, что это не закончится до тех пор, пока над Одессой не будет развиваться российский триколор. И на самом деле Россия говорила о буферных зонах и тому подобном. Но кроме того, что вы знаете, что Одесса – это русский город. Русские не говорят о захвате новых территорий, об организации новых референдумов. Почему? Потому что Россия идет ва-банк. Дело не в том, чтобы взять Одессу. Россия идет ва-банк. Вся Украина будет взята. Они станут частью политико-экономического союза с Украиной, Беларусью и Россией. Совершенно нет места для членства в ЕС. Здесь нет места ни для чего из этого. Это Украина, Беларусь, Россия как экономический и политический союз. Если Украина станет частью ЕС, она будет существовать только для того, чтобы предоставлять дешевую рабочую силу и стать местом, потребляющим западную продукцию. Так что Украина всегда будет в долгах и никогда не сможет выбраться из той дыры, в которой она находится. Но для того, чтобы Украина восстановилась, вы должны восстановить всю промышленную базу, которая придавала ей актуальность во времена Советского Союза. Но то, что придавала актуальность этой промышленной базе во времена Советского Союза, было ее связью с советским рынком. Так что Лой Тостин, Тони Блинкен и все остальные в администрации Байдена просто обманывают себя. Я имею в виду, что они буквально живут в вымышленном мире, и там просто нет никакой связи. И ты же знаешь, что Россия будет диктовать исход этого конфликта, учитывая то, что происходит на линии фронта. У нас на CNN был Зеленский. Вот что он сказал совсем недавно. Если Конгресс не поможет Украине, Украина проиграет войну. И нам нужно найти публичный формат для этого. Если Украина проиграет войну, другие государства подвергнутся нападению. Они проиграют, если не получат эту помощь. Скотт, какова динамика не только в отношении этой помощи, но и в отношении того, что на самом деле происходит прямо сейчас с Украиной, поскольку мы тоже слышим все это бахвальство удары по нефтеперерабатывающим заводам в России. И некоторые другие атаки, которые, возможно, действительно отвлекают нас от того, что происходит с Украиной на этой линии фронта. Ну что же, еще раз хочу повторить, что Украина не может выиграть эту войну. И учитывая ресурсы, которые были предоставлены Украине НАТО и коллективным Западом, вы знаете, Украина способна нанести несколько ударов, и они это сделали. Но если бы нам пришлось сравнить ущерб, нанесенный энергетической инфраструктуре Украины и ущерб, нанесенный энергетической инфраструктуре России, это было бы как небо и земля. Я имею в виду, что вы знаете, что никто не хочет, чтобы нефтеперерабатывающий завод был поражен беспилотником и возник пожар. Но это не является непоправимым ущербом для нефтеперерабатывающего завода. Вы попадаете в резервуар для хранения, вы попадаете в передающую трубу, вы ее разрываете. Там произойдет разлив жидкости, там будет пожар, связанный с этим. Пожар потушен, разлив устранен, произведен ремонт, и нефтеперерабатывающие заводы снова в деле. Прямо сейчас все говорят о деньгах, которые находятся в заложниках у Конгресса. Что же, вот реальность, и Украина наконец-то осознала это. Я думаю, что Кулеба сегодня сделал несколько заявлений о том, что, знаете ли, внутренняя политика сейчас диктует будущее Украины. Эй, чувак, внутренняя политика всегда диктовала будущее Украины. Украина является инструментом Соединенных Штатов и внешней политики, особенно в преддверии предстоящих президентских выборов. Суть в том, что деньги не уйдут до тех пор, пока Дональд Трамп не станет кандидатом от республиканской партии, потому что эти деньги держат Джо Байдена в заложниках. Это заставляет Джо Байдена выглядеть ужасно в вопросе, который, вероятно, будет стоить ему выборов, а именно в вопросе пограничной безопасности. И поэтому я лично считаю, что у этих денег нет ни единого шанса на то, что они будут выпущены Конгрессом. Не в ближайшее время. Даже если бы они были выпущены сегодня. Что это даст? Ничего. В буквальном смысле 60% этого оружия производится здесь у нас дома. Это не предназначено для отправки на Украину. Это предназначено для пополнения нашего собственного арсенала. И я не знаю, сколько раз нам приходится слышать, как люди говорят, что слышали, как Кэмерон, министр иностранных дел Великобритании, сегодня сказал то же самое. Что это самое лучшее, самое эффективное с точки зрения затрат, что сделала Америка. Я имею в виду, что за небольшую часть нашего оборонного бюджета мы связываем русских по рукам и ногам. Мы убиваем много русских. И это ничего нам не стоит. Ну, это стоило Украине 500 тысяч человек убитыми. Это стоило Украине десятков миллионов человек, ставших беженцами. Это стоило Украине почти триллиона долларов ущерба, нанесенного ее инфраструктуре. Но, как указал Гарленд, Украина это просто инструмент. Нам на них наплевать. И это самая отвратительная позиция, которую может занять человек, особенно если ты называешь себя патриотом. Я имею в виду, что я считаю себя американским патриотом. Я не верю, что на Украине происходит что-то, стоящее хотя бы одной капли американской крови. Мы не хотим, чтобы там были наши военные. Мы не хотим иметь к этому никакого отношения. И это говорит вам все о серьезности американского подхода. Тот факт, что мы позволяем чему-то, что, как мы утверждаем, имеет экзистенциальное значение для нас, увязнуть в глупом сезоне американской политики, президентской политики. Быть заложником Конгресса в такое время, как это. Это означает, что мы несерьезно относимся к Украине. Это на сто процентов верно. Остин лгал сквозь зубы. Украина ничего не значит для нас, буквально ничего. Это игра, в которую мы играем. Мы играем в игру точно так же, как мы это сделали с Афганистаном. Трагическая игра, длившаяся два десятилетия, но в конце концов, когда игра стала неудобной, она стала скучной. Мы больше не хотели этого делать. Мы сбежали точно так же, как мы это сделали во Вьетнаме. Сколько раз вы слышали, как важен был Вьетнам? Но когда это стало неудобным, исчезло мгновенно, и что произошло? Ни черта. Точно так же, как то, что произошло в Афганистане. Наступил ли конец света? Нет. Позвольте мне сказать вам, что произойдет, когда мы убежим из Украины. Ни черта. Ничего не произойдет. Потому что Россия не собирается вторгаться в Европу, двигаться дальше. Там не будет еще одной драки. У России есть все намерения создать политический и экономический союз с Белоруссией, Украиной и Россией и покончить с этим. Как ты знаешь, на Запорожской атомной электростанции произошли эти загадочные атаки. Я думаю, мы знаем, кто нападает на электростанцию. Есть также, как ты знаешь, отчеты. Я заметил это, особенно после Авдеевки. Было много разговоров о том, как определить, что такое успех. Ну, успех заключается в том, что Украина еще не была полностью разрушена. И большое внимание уделяется тому, сколько Россия теряет. Я думаю, что украинская разведка выступила в последние пару дней и заявила что-то вроде того, что в день умирает тысяча российских солдат. Так что, Скотт, ты упомянул, что Дэвид Кэмерон буквально разговаривал с Дональдом Трампом, чтобы попытаться заставить его изменить свою позицию. Я имею в виду, что многое из этого выглядит отчаянным. Но в то же время это изображается как своего рода, я не знаю, уловка для того, чтобы конфликт выглядел лучше или выглядел так, как будто все идет лучше, чем на самом деле. Россия сегодня несет самые низкие потери с тех пор, как началась эта война. Ты буквально находишься в ситуации, когда это не 10 к 1. Мы говорим о соотношении 20 к 1, 30 к 1, 40 к 1. Так что на каждого убитого русского приходится 20, 30, 40 убитых украинцев. Это просто совершенно несбалансировано. Русские накапливают военную мощь с каждым днем, огромное количество войск и техники. Если это действительно, действительно хорошая разведка, вы не публикуете ее. Это не их работа. Их работа состоит в том, чтобы информировать лиц, принимающих решения. Итак, британская разведка информирует лиц, принимающих решения, заказчиков. Затем заказчики сидят там и принимают эту информацию. И заказчик начинает говорить, мы считаем, что русские несут очень большие потери. Я имею в виду, я бы предположил, что у российского высшего командования есть хорошее представление о том, каковы их потери и сколько людей они теряют на фронте. Им не нужна британская разведка, чтобы сказать им, что они делают. Путину не нужно слышать это от британцев, и, конечно же, русский народ ей не верит. Так на кого же производит впечатление британская разведка? На западную аудиторию. С какой целью? Ты же знаешь, я думаю, что иногда мы на Западе попадаем в ловушку нашей собственной пропаганды. Информационной войны, которую мы ведем против самих себя. Это искажает диалог совершенно нереалистичным образом. Таким образом, который позволяет Лойду Астину говорить глупости, как он это сделал в Сенате Соединенных Штатов. Потому что подавляющее большинство американцев слушают, когда он говорит, русские теряют тысячу парней в день. Русские потеряли половину своих танков. У них не осталось ни одного танка. Нет, у России есть еще танки, с которыми нужно что-то делать прямо сейчас. Спросите Финляндию, каково это иметь напротив себя военный округ Санкт-Петербурга с 70 тысячами российских военнослужащих, которые сейчас формируются напротив Финляндии. Что же мы вступили в НАТО, и теперь мы чувствуем себя менее защищенными? Ты же знаешь, как взаимодействовать с глупостью. Я имею в виду, что когда люди купились на ложь, это одно дело пытаться поговорить с кем-то, кто готов слушать и учиться, и у кого есть факты, которые можно положить на стол. Потому что я могу слушать и учиться. Но когда вы вступаете в контакт с этими людьми, у них нет ничего, чтобы подкрепить то, что они говорят. И поэтому взаимодействие идет в другом направлении, которое просто контрпродуктивно и ни к чему не ведет.